Уважаемые господа, я продолжаю свои рассказы, популярные и увеселительные, о Конституции в период тяжелого испытания, карантина по поводу коронавируса. Приходится очень тяжело, поскольку выходить в магазин страшно, пугают, статистика удручающая все больше и больше граждан заболевших. Причем, как я понимаю, по последним данным, больше всего молодежи, у которых проблемы с интеллектуальным развитием, те, которые получили образование, уже в новое время. То есть, ну, благодаря заботам ряда наших прекрасных министров, развития ЕГЭ и всего остального. То есть, непонимание того, что происходит у них настолько глубоко, что они продолжают скакать по стране, в результате чего заболеваемость коронавирусом увеличивается. В основном болеет шустрая молодежь. Это очень печально, поскольку, как показали нам бодрые рассказы, бредящих наяву комментаторов, ситуация не очень хорошая. И не только у нас, но и во всем мире. Надо быть осторожным. Тем более, что мы познакомились с авторитетным мнением по поводу коронавирусов. И гинекологов, и эндокринологов. Я не хочу к ним присоединяться, поэтому я не буду ничего говорить на эту тему. Уж пусть специалисты, молекулярные биологи, неизвестно куда девшиеся, испарившиеся, биоинформатики, есть такая загадочная специальность, ну и прочая всякая мелкая научно-популярная шушура, она, собственно говоря, помалкивает почему-то опять. Ну, мы видим с вами проявление этого коронавируса. Ну, как, Борис Джонсон скоро выпишут. Жалко, что он покидает больницу, потому что в ней бы мог оказаться еще и тот человек, который бодро отрицал коронавирус, говорил, что это фейк, это надувательство. Взял и облизал унитаз, куда писали люди, которые болели коронавирусом. Батюшки, он оказался там же, где и Борис Джонсон в реанимации. То есть теперь его надо долго восстанавливаться. Ну, это прекрасно, конечно, очень поучительно. Я в свое время такие примерно опыты предлагал многим. Ну, кто не верит в коронавирус, можешь поехать в Шереметьево, там на прилете поблизывать поручни. Ну, так, для доказательства собственной правоты. Но чего-то желающих не вижу. Значит, многие, кто смотрел мои предыдущие ролики, уже захотели на работу. Я их с этим поздравляю. То есть они так наигрались в безделье и сидение в доме, что захотели даже на противную работу. К противным начальникам, еще более к противным занятиям. А уж те, кому еще и работа нравится, захотели втройне. Как видите, четвертый пункт конституции моей будет работать. Через месяц сидения с любимой женой и тещей вы захотите заниматься чем угодно, даже мусор выносить. Что, собственно говоря, показывает опыты. Значит, что же дальше у нас с коронавирусом? Из новостей самое интересное, что меня вдохновило очень сильно, это реакция исследователей на коронавирус. Я все ждал, кто первым проявится по поводу изучения мозга в условиях коронавируса. Вот как влияет коронавирус на заболевших. Я надеялся, что, как всегда, пальму первенства, флаг, поднимут настоящие английские ученые из Оксфорда и Кембриджа. Ну, я глубоко ошибался. Моя наивность не имеет пределов. Лучше всех проявил себя Санкт-Петербургский политехнический университет, где профессор Андрей Козлов объявил о том, что COVID-19 может вызывать отмирание целых областей мозга. Ни больше, ни меньше. Советую немедленно проверить политехнический университет на сей предмет, как бы там ни произошло массового заболевания бессимптомного коронавируса, поскольку, судя по заявлениям, такие последствия могли произойти. Ну, а насчет первого пункта Конституции, который я хотел сегодня посвятить, в свой рассказ могу сказать одно. Если вас беспокоит собственное здоровье и собственное будущее, постарайтесь пищу использовать необработанную, обрабатывайте ее самостоятельно, в результате вы получите прекрасную вещь. Ну, например, клюквенную водку. Ну, просто клюква сорбирует даже из водки всякую мерзость. Будьте так любезны, потрудитесь. В дореволюционные времена водку продавали ведрами, а потом приносили домой, ее обрабатывали, настаивали, экстрагировали, перегоняли там всякими способами. Не забывайте этой нашей русской традиции. Тогда все будет хорошо. Кроме этого, под чаек и под водочку всегда можно изготовить всякой вкусноты, которая, как правило, сгнивает на дачах. Что это за вкуснота? Это квашеные огурчики. Это раз. Это мармелад. Я люблю самодельный мармелад из яблок и вишни. Сушеные яблочки. Для тех, кто понимает. И сальца. К сожалению, я свиней не держу, хотя уже пора. И покупаю сало. Тамбовское в данном случае. Очень вкусно. Я его солю сначала. Ну, это где-то октябрь-ноябрь. А потом в начале января по морозу копчу. Получается изумительно. Как, впрочем, и огурчики. Вместе с чесночком. Столь дефицитом. Он, кстати, отлично растет в нашей полосе. Советую оторвать хрустальную от компьютера и телевизора. И позаботьтесь о своем светлом будущем. Антивирусном, тем более. Тогда все будет хорошо. И первый пункт, говорящий о праве на пищу, вы сможете сделать очень автономным. И при этом очень вкусным. А на этом я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова